Медный всадник Он действительно стал уже давно такой частью не только фольклора, но и ландшафта Петербурга Невозможно представить себе город без этого памятника Действительно, он на всех открытках Очень много легенд с ним свят Увлекательное водное путешествие по рекам и каналам города Идет по шуткам первого причала Белый сын и катер ждет вас Полюбуйтесь красотой Санкт-Петербурга с воды Доставьте себе удовольствие Центральный аппарат на Нева Памятник Чемякина Он молод пока еще И все-таки не вошел, наверное, в сознание петербуржцев Однако он расположен в таком месте, в сердце Петербурга, Петропавловской крепости Откуда, собственно, город начинался И наверняка расположение в этом месте сыграет свою роль И со временем этот памятник станет, возможно, такой же частью ландшафта города Все стараются посидеть на этих краях, прикоснуться И он такой, понимаете, он неформальный памятник Чем он ценен, так сказать Во-первых, Шемякин, как историк Он старался как можно более правдиво передать образ Петра в портретном плане У Петра I действительно была очень небольшая голова Большие размер ступни и так далее Поэтому этот портрет, он абсолютно точен Именно как изображение Но другое дело, что Шемякин — это художник, а не историк Он старался делать не столько именно образ Петра Как реально существующего человека, как восковую фигуру Сколько некий образ, который у него был в голове Это художественный образ, прежде всего А не попытка воссоздать именно точную копию Хотя, конечно, это да, очень верный с точки зрения истории памятник Ну, еще раз, он мне непонятен То есть я бы так не сделал памятник Шемякину Это при том, что я занимался пространственными композициями Но это моя точка зрения Может быть, это может быть шедевр Я не могу оценить, это шедевр или не шедевр Мне не нравится, но это не значит, что я прав У меня в руках нет истины С моей точки зрения, то, что я читал о Петре Первом Многих людей, которые его реально видели Очень похоже на то, что изобразил Шемякин То есть действительно человек гигантского роста был Петр С маленькой головой Я даже читал описание, что голова его была меньше, чем его собственный кулак То есть какая-то такая совершеннейшая ненормальность Некоторые говорят, что Шемякин не реалист То есть, ну, как-то искажает действительность своих памятников В том числе, в моем представлении, памятник Петра Первого, сделанный Шемякиным Это наиболее реалистическое произведение этого суббота Как-то я была свидетелем очень интересной сцены Был такой защитник памятника Человек, который защищал памятник Была женщина, которая очень ругала Говорила, как это можно Как можно императора, который создал этот великий город Представить в таком униженном состоянии С маленькой головой Такого, с худосочными кистями Фактически такого урода А мужчина, наоборот, говорил Так вы знаете же, каким он был извергом на самом деле И действительно, и тело у него было диспропорциональное И мысли его были диспропорциональны Совершенно какие-то вот такие И вот я смысл этого памятника Вот в этой беседе я его и почувствовала Вот эти две стороны С одной стороны мы видим вот эту всю уродливость А с другой стороны вот некую Действительно заложенную в человеке диспропорциональность Которая еще в голове его была заложена Только благодаря ей он и смог Взбородить весь этот город И построить, точнее, взбородить землю Построить город Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok